МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24". Продолжает свою работу. Прямо сейчас о главных темах среды. Навыки вождения в реальных условиях. С апреля изменится экзамен на водительские права. Идея на 300 тысяч. Школьники решают, как сделать учебную жизнь комфортнее. И правила изменились. Начислять пособия на первенца будут иначе. На Ямале изменились правила начисления пособий на первого ребенка. Беззаявительный порядок продления выплат прекращен. Ранее процедуру оформления пособий упрощали из-за пандемии. Меру поддержки автоматически продлевали. Но с этого месяца родителям, чтобы продлить льготу, требуется вновь подать заявление. Пособие выплачивается на ребенка до трех лет, если средний душевой доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов. Опять начинается прием заявлений. То есть люди подают заявление. Кому исполнился один год, два года ребеночку, подают заявление в МФЦ, либо через портал госуслуг. С приложением всех необходимых документов. Ежемесячная денежная выплата выплачивается в размере прожиточного минимума 16753 на сегодняшний момент. Выплата назначается с даты обращения. Девятиклассники прошли итоговое собеседование по русскому языку. Основной день сдачи был 10 февраля. Участвовали 1196 школьников Ноябрьска. 10 марта – дополнительный день для тех, кто не смог справиться с заданием с первого раза, а также для школьников, которые не прошли итоговое собеседование в основной срок по уважительной причине. Таких девятиклассников в Ноябрьске – 20. Результаты станут известны в течение пяти дней. Итоговое собеседование оценивается в формате «зачет-незачет». Его цель – посмотреть, насколько хорошо школьники владеют русским языком и умеют излагать свои мысли. Изменить интерьер класса или устроить масштабное мероприятие. Школьники теперь сами определяют, что сделает учебные будни интереснее и познавательнее. Для этого им нужно лишь предложить как. Идея, за которую проголосует большинство учащихся, получает финансовую поддержку – 300 тысяч рублей. Это называется партиципаторным инициативным бюджетированием. Проект уже второй год действует во всех школах Ноябрьска. Почувствовать себя словно звезды на сцене теперь могут ученики 10-й школы. Под аккомпанемент учителя они поют известные хиты. Микшерный пульт, колонки, микрофоны – в работе используется только профессиональная техника. Высоким стандартам дети стараются тоже соответствовать. Но еще в прошлом году вместо цифрового фортепиана здесь стояла механическая, которому уже не один десяток лет. А микрофоны подключали к музыкальному центру. Со стороны все это больше походило на самодеятельность. Закупить профессиональное оборудование предложили старшеклассники. Написали проект и защитили его перед другими учащимися. Хотелось чего-то большего. Плюс мы с ребятами это обсуждали, с старшими классами. И решили, что почему бы нам, младшим, не помочь. Ну и старшим тоже в том числе. И узнали про такую штуку, как это партиципаторное бюджетирование. Это на самом деле очень хороший такой подспорье, очень хороший для того, чтобы школа могла себе что-то позволить. Менять свои проекты на деньги такая практика появилась у ноябрьских школьников совсем недавно. Одно из главных условий – идея должна служить на благо всей школы. Если ее поддерживает большинство учеников, то учебное заведение может рассчитывать на получение 300 тысяч рублей. Эту сумму в прошлом году получили все ноябрьские школы. Если анализировать направление данных проектов в прошлом году, проекты были направлены на обустройство территории зон отдыха, каворкинг зоны. Где-то это мягкая мебель, где-то это украшение и роспись стен, где-то это и то и другое. Мы приняли решение, что можно закупить уже стационарные зарядки, которыми ученики могут пользоваться. Зарядки всех видов, мягкая мебель, удобные столы и полки с книгами. Некогда безликий угол стал с этого года точкой притяжения всех учеников пятой школы. Место, где можно поболтать и отдохнуть. Особая гордость – это расписные стены, на которых еще недавно красовался негласный символ школы – цветущая сирень. Теперь ее заменили рисунки другого поколения. Мы вдохновлялись комиксами, рисунки сами придумывали и вдохновлялись из любимых мультсериалов. Брали персонажей, которые нам нравятся и знакомы для всех. Любимые мультперсонажи, смешные фразы и даже крылатые цитаты своих же учителей – теперь это достояние школы. Ученики не просто придумали проект, но и решили, что воплотят его сами. Дизайн, покраска, стены и роспись легли на их плечи. Кому еще из детей разрешат в школе рисовать на стенах? Учителя проходили мимо, смотрели на нашу работу и тоже поражались и говорили, как здорово, когда можно пофантазировать и все свои фантазии вот так вот воплотить в жизнь. А вскоре в школе появится и каворкинг-зона, где даже на подоконниках, возможно, будет заниматься. Проект поддержало большинство учеников, но детали дизайна пока целенаправленно не раскрывают. Надеюсь, что он и как предыдущий вызовет вау-эффект. Елена Жаркова, Сергей Павлов, Александр Иванов, ноябрь 24. Принимать экзамен на водительские права с 1 апреля будут по-новому. Изменения коснутся практической части. Два этапа объединят в один. Так называемую в обиходе площадку исключат из экзамена для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Теперь первоначальные навыки вождения кандидатов будут проверять в реальных дорожных условиях. Речь идет про остановку и трогание с места в горку, параллельную парковку и разворот в ограниченном пространстве. Сейчас в госавтоинспекции ноябрьска готовятся к нововведению. Совместно с автошколами города специалисты разработают маршруты, на которых экзаменуемые будут демонстрировать свои умения. Если нет возможности выполнить эти элементы где-то в черте города, где большая интенсивность движения, их предусмотрено выполнять можно на участках дороги с малым интенсивным движением, в тупиковых участках дороги. Также для этого, в принципе, можно будет использовать нынешний автодром. Нанести на этом автодроме разметку, соответствующую ГОСТам, то есть парковки, и выполнять это движение на закрытых площадках. В Салихарде обсудили планы по дорожным ремонтам на предстоящее лето. В 2021 году власти Ямала планируют привести в порядок участки дороги на подъезде к Ноябрьску, а также отремонтировать самые проблемные отрезки от границы округа до Губкинского. Основной ямальской трассе дороги до Салихарда по-прежнему будут уделять больше всего внимания. Начаты работы на самых сложных участках – от Нового Уренгоя до Карачаева и от Карачаева до Пуровска. Глава региона поставил задачу ускорить темпы и завершить ремонт как можно быстрее. Жителям Ноябрьска доступен новый способ записи на прием к врачу. Выбрать удобное время для посещения специалиста можно на региональном портале медицинских услуг. Этот альтернативный способ появился из-за перехода на новое программное обеспечение единой электронной регистратуры ЕНАО. Для записи на портале необходимо пройти авторизацию и следовать предложенному системой алгоритму. В Центральной городской больнице Ноябрьска напоминают, что записаться на прием можно также на сайте госуслуг. Никто не отменял и прежние методы. Можно позвонить по телефону или лично посетить регистратуру. На Ямале за прошедшую неделю медики зафиксировали больше сотни заболевших пневмонией. В основном болели люди старше 40 лет. Данные приводят в окружном Роспотребнадзоре. Диагноз «внебольничная пневмония» поставили 127 ямальцам. 67 из них – пациенты от 40 до 64 лет. 30 случаев заболевания зафиксировали у детей и подростков. Четверть пневмоний вызвала коронавирусная инфекция. Если говорить о вирусных заболеваниях в целом, то за неделю к врачам обратились 5,5 тысяч человек с диагнозом ОРВИ. МЧС России проводит творческий фестиваль «Звезда спасения». Участвовать могут школьники до 18 лет. Номинации 5 – изобразительное искусство, литературное творчество, музыкальное, хореографическое и сценическое. Конкурсные работы должны отражать работу пожарных спасателей. Также произведения и номера могут быть посвящены подвигу ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Заявки принимают до 25 марта. Скачать бланк, а также узнать другие подробности, можно на сайте МЧС. Сегодня день архивов. В ноябрьский городской отдел был создан в 1982 году. С этого времени в учреждении накопились различные материалы. Это управленческие документы, личные архивы, архивы ликвидированных предприятий и фотодокументы. Всего около 200 фондов. Ими управляют 8 сотрудников. Опытные архивисты изо дня в день перебирают сотни бланков, протоколов, стенограмм для их дальнейшей каталогизации. Разбор документов 70-летней давности требует особых способностей. Понять суть текстов, написанных порой неаккуратно и сумбурно, не так просто. У Светланы Елсуковой за годы работы сформировался профессиональный взгляд. Она научилась читать между строк и объяснять даже нетрактуемые документы. Мы должны из этих всех строчек и всех этих написанных листов выбрать только то, что касается конкретного человека. То есть кроме того, что это все нужно умудриться прочитать, из него еще и сделать какие-то определенные выводы. Ну не выводы, конечно, но по крайней мере взять только то, что касается Иванова, скажем. Где можно увидеть северное сияние и как поймать его в объектив? Об этом нашему телеканалу рассказали фотографы из разных регионов страны. Северное сияние или Аврора по-настоящему завораживающее природное явление, за которым следят по всему миру. Сегодня сделать это можно, не выходя из дома, с помощью специальных сайтов. Но те, кто хотя бы раз видел Аврору, говорят, за ней лучше наблюдать. Какие мифы разрушили ямальские фотографы и отличается ли сияние в разных частях страны? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в специальном репортаже сразу после выпуска новостей. Ноябрьск готовится отметить Масленицу. Праздник пройдет в это воскресенье, 14 марта. Основной площадкой станет Ноябрьск парк. В час дня на главной сцене начнется выступление ноябрьских артистов, хороводы, русские народные забавы и игры. Территорию парка обещают украсить и оборудовать зоны для фотографий. Уличные гуляния пройдут и в микрорайоне Оболонь на площадке в районе дома 189 по улице Сибирской. Отметить Масленицу смогут и жители Венгапуровского. Народные гуляния в отдаленном микрорайоне начнутся в полдень. Ноябрьские бойцы стали призерами чемпионата и первенства Уральского федерального округа по панкратиону. Это один из видов спортивного единоборства. Соревнования проходили в Тюмени. В турнире приняли участие больше 180 спортсменов из пяти регионов Уральского федерального округа. Медали разыгрались в нескольких возрастных и весовых категориях в дисциплинах «Панкратион традиционный» и «Панкратион классический». Ноябрьск на соревнованиях представили воспитанники клуба универсальные бойцы. В итоге трое поднялись на пьедестал почета. Спортсмены заняли первое, второе и третье место. Сейчас спортсмены активно готовятся к новым состязаниям. Победители и призеры получили право выступить на чемпионате и первенстве России. Турнир состоится 15 апреля в Симферополе. Соревнования такого высокого уровня для ноябрьских бойцов будут первыми после ковидного затишья. То, что все соревнования в 2020 году отменили, ребята у меня духом не упали. Еще два дня больше тренируются. И будем идти до конца, давать хорошие результаты в 2021 году. То, что в 2020 году не получилось, мы постараемся в 2021 году оправдать. Ямальская спортсменка завоевала серебро на чемпионате России по скалолазанию. Соревнования завершились в Воронеже в канун Международного женского дня. За медаль боролись шесть спортсменок, прошедших квалификацию и полуфинал. Причем именно за вторую строчку турнира разгорелась горячая борьба. Сразу три спортсменки, в том числе Динара Фахреддинова и Сгубкинского, показали одинаковый результат. Однако по дополнительным показателям, таким как количество использованных попыток, Фахреддинова опередила своих конкуренток и завоевала серебро. В Архангельской области планируют создать стойбище ямальских оленеводов. Аналогичный проект реализуется сейчас на Дальнем Востоке. Два года назад четыре семьи тундровиков переехали на Камчатку. С собой они перевезли собак, чумы и рабочий инвентарь. Необходимость таких переездов возникла из-за нехватки пастбищ. Сейчас на Ямале насчитывается около 700 тысяч оленей. Прокормиться им становится все сложнее. Для сохранения традиционного промысла принята еще одна мера – таежно-изгородное оленеводство. На огороженной территории периметром 40 километров содержится около 500 животных. Нахождение в замкнутом пространстве позволяет оленям пастись, не преодолевая сотни километров, а соответственно не терять в весе. Для того, чтобы мы сохранили оленеводство, именно традиционное, кочевое, необходимо регулировать это поголовье. Нам необходимо соблюдать, в моем понимании, пастбищ и оборот. Для оленевода олень является смыслом жизни. Но мы понимаем, что без пастбищ не будет и оленя. Более полумиллиона ямальских оленей в этом году вакцинируют от сибирской язвы. Придивочную кампанию открыли Красноселькубский, Шурышкарский и Приуральский районы. В тундру выехали специальные бригады. Параллельно с вакцинацией ветеринары поставят метки животным и проведут их учет. На каждого оленя заведут индивидуальную электронную карточку. Для оленеводов вся процедура бесплатна. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах нашего телеканала в социальных сетях.